МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Франсуа Оланд, бывший президент Франции, занимал пост главы Пятой Республики с 2012 по 2017 годы. Политическую карьеру начал в 27 лет, став экономическим советником и доверенным лицом тогда еще кандидата в президенты Франсуа Миттеран. В разные годы Оланд работал в счетной палате, был мэром небольшого городка Тюль, представлял Париж в Европарламенте и занимал кресло депутата в Национальном собрании. 11 лет возглавлял Социалистическую партию Франции. Всегда в скромном костюме и недорогих часах Оланд сильно отличался от своего предшественника на посту президента. Простой, демократичный и подчеркнуто близкий народу. Месье Нормаль. Такое прозвище дали Оланду журналисты. Я бы не сделал ничего претензиозного, что могло бы нанести ущерб тем, кто за меня голосовал. Триумфализм – это не про меня. В Елисейский дворец Франсуа Оланд вошел с многообещающим лозунгом «Перемены сейчас» и начал их с себя. Сократил президентскую зарплату и штат личной охраны. Затем урезал оклады министром и топ-менеджером госкомпаний, а также инициировал во Франции масштабную трудовую реформу. Все эти смелые шаги обеспечили стране структурные изменения и способствовали повышению конкурентоспособности экономики. Когда надо действовать, не надо прятаться. Чтобы быть популярным и избежать акций протеста, надо избегать реформ. Но это не мое крадо. 12 декабря 2015 года – важная дата президентства Оланда не только для Франции, но и для всего мира. В этот день под его председательством в Париже было принято глобальное соглашение по борьбе с изменением климата. Французский президент первым из мировых лидеров поставил под документом свою подпись со словами «Это наша возможность изменить мир». Мы должны задать себе вопрос, способно ли человечество принять решение, от которого зависит сохранение жизни на Земле. Если это решение не будет принято сейчас, то потом может быть слишком поздно. В декабре 2016 года Франсуа Оланд заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. Редкий случай в истории Франции. После ухода с поста президентом возглавил фонд «La France Engage», миссия которого заключается в поддержке инноваций, направленных на создание социальной и солидарной экономики. Уходить из политики совсем Оланд пока не собирается. «Придет время, и я еще скажу то, что должен сказать», пообещал экс-президент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова